Всем привет! И сегодня я хочу вам показать свои многоразовые прокладки. Так, они чистые, я их не использовала, они новенькие. Давайте посмотрим принтики, расцветочки. Ой, девчонки, такая красота! Я просто смотрю и уже жду и не дождусь, когда у меня будет цикл, чтобы хоть какие-то из этих прокладок к своим, скажем так, уже начатым применить, добавить. Ой, девчонки, такая красотища! Хотя у меня есть тут и однотонные прокладки, но все равно с такими я обалдею. Кстати, сразу отвечу, почему я выбрала прокладки, которые нужно стирать. Девчонки, ответ очень и очень простой. У меня раздражение от обычных прокладок. Да, я не могу несколько дней подряд в них находиться, поэтому для меня альтернативой уже очень-очень много лет являются вот такие многоразовые прокладки. Я тут прям не кайфую от того, что мне их нужно стирать. Честно вам скажу, я не получаю восторга и кайф от того, что я вынуждена замачивать что-то. Конечно, я вам с удовольствием бы показала процесс, как я отстирываю, но мне кажется, что тут вообще набегут... Под это видео уже набегут те, кто будет мне доказывать, что я не права, и что вообще, зачем я это всё показываю. Там вообще будет негатив-негативный. Так что, девчонки, вот так вот. А вообще, если честно, я вот пробовала менструальные капы, и ничего так мне не помогает, как вот такие прокладки. Да, конечно, это грязь, это нужно стирать, на это нужно тратить время и так далее. Но я никого не заставляю, просто вам рассказываю, что вот такая проблема у меня есть. И я вот так вот с ней справляюсь. Также для особо впечатлительных могу сказать, что у меня было видео, где я вам показываю, как я одноразовые прокладки храню в коробке, в контейнере. Так что писать о том, что я тут, не знаю, помешалась на этих прокладках, нет, ни в коем случае, если вы внимательно посмотрите, то у меня есть простые прокладки, целая коробка, и ещё и в хранении очень много. Просто не могу, девочки, вот, рада была бы теми пользоваться. Даже когда я еду в поездку на неделю, я начинаю рассказывать, забываю, что мне нужно вам показывать прокладочки. Даже когда я еду в поездку на неделю, и я знаю, что там начнётся у меня цикл, я беру хотя бы парочку прокладок. Я понимаю, что я их не смогу там постирать. И, ну, в общем-то, мне придётся их обратно тащить. Но я всё равно их беру. Вот такие есть у меня, кстати, это японские. Девочки, всё равно беру. И, ну, я вынуждена, потому что я знаю, что если у меня начнётся зуд и так далее, кстати, храню я их вот в таких вот сумочках, мешочках, использованными в виду. Так что, девочки, ну, не могу. Вот я не могу лично без них. Мне тяжело. Я пробовала много всяких кремов, особенно под подгузник. Это вот самые мои, наверное, любимые ходовые кремики были. И, знаете, наверное, лет 6-7 назад я поняла, что не нужно уже бороться и не нужно искать ещё какую-то альтернативу. Тканевыми прокладками именно в таком виде, которые вот сейчас вам продаются, уже я много-много лет, больше 10 точно пользуюсь. У меня нет российских прокладок, ни одной. Я, конечно, смотрю, но купить не решаюсь. Так что, девочки, такая вот у меня есть небольшая, но проблемка, с которой мне нужно бороться. Многоразовые прокладки, они бывают ежедневные для менструации. Ежедневные они могут протечь, ну, естественно, они чаще всего идут без мембраны защитной. Их, кстати, что для многих, наверное, будет важно, их можно гладить. Кстати, у меня ещё есть трусы. Я купила ещё одни в запас для менструации. В общем-то, обычные чёрные трусы со вставкой. У меня их сейчас 4 пары, я ещё одну докупила. В общем, ежедневные их можно гладить, если в них нет защитной мембраны. Ну, в принципе, на упаковке производитель всегда отражает, есть там мембраны или нет. Поэтому с ежедневными прокладками всё намного проще. Их можно, в принципе, и на батарее посушить. Их можно прогладить утюгом под высокой температурой. И, ну, использовать чуть ли не каждый день одну и ту же прокладку, не навредить себе, здоровью и так далее. Они тонкие, они, конечно, ничего там особо не впитают, но частенько, вот, я использую ежедневную прокладку, когда я, ну, знаете, уже подозреваю, что месячный год-год пойдут, но они как-то ещё не идут. В общем-то, начало менструации, там, первый час, оно спокойно поглотит и спасёт вас, не протечёт. Ну, лучше, конечно, использовать какую-то другую прокладочку, вот, например, такую. Ты её подальше положила, но вроде бы тоже, как ежедневка, она небольшая, но у неё уже вот слой впитывают, есть непровокающий. Менструальные прокладки, как я их делю, есть средний и огромный. Я не разделяю там на какие-то дневные, ночные. В общем, небольшие, они больше для дня, для прогулок, так сказать, посидеть, но полежать я в них не очень-то люблю. Я люблю более вот такие огромные, ночные, чтобы лечь и уже спокойно отдыхать. Также в прокладках бывают пустые крылышки и полные крылышки. Сейчас покажу, как это. Вот две прокладки, в одной, видите, цветные крылышки, в другой коричневые, ну, тёмно-серые крылышки. В общем, в той, которой цветные крылышки, крылышки ничего не впитают, они из водонепроницаемой ткани, то есть только вот эта вот коричнево-серая часть. Там, где вот крылышки тоже серенькие, есть беленькие и так далее, в общем-то, там уже крылышки хоть чуть-чуть, но могут вас спасти. Вы сами знаете, как иногда крылышки спасают очень и очень сильно. Далее, что бы мне хотелось сказать, что бывают прокладки тёмные и светлые. Тёмные, светлые, вот есть красные, также есть из простой хлопковой ткани, не хлопковая, ещё бывают там и лёные, разные типы тканей, и они чаще всего с рисунками. И я вот такие прокладки, хоть они у меня есть, но я их не очень люблю, потому что с них сложнее уходит, уходят выделения, то есть намного больше нужно усилий приложить, нужно потереть, да, они, конечно, более красивые, но там принт часто страдает, это всё-таки как хлопковая маечка, они очень быстро приходят в непрезентабельный вид. Мне нравится больше всего с белым слоем, почему? Потому что я могу использовать отбеливатель, не боясь, что я как-то наврежу принту или вот этой вот вообще красной или серой части, то есть что там появятся какие-то как тай-дай вот эти вот точки, светлые пятна. Поэтому светлый мне больше всего нравится и светлый мне показывает точно, стирала ли я или нет, потому что там стираю я двумя способами, в зависимости от того, сколько у меня лишнего времени, скажем так. И вообще видно, заметно на белой ткани, больше всего сразу заметно, сколько он накапало, скажем так, и понятно, что нужно менять, не нужно, а на красный, вот черный или на цветной какой-то темный. Ну, скажем так, конечно видно, но нужно уже иногда присматриваться. Опять же, давайте не вспывать, что не у всех стопроцентное зрение и не все тут как орлы быстро и легко могут на взгляд что-то там увидеть и определить. Ну, это лично мое мнение. Так, ну, крылышки, естественно, я вам уже сказала, что лучше. Также вот, где крылышки отдельной жизни живут, там все-таки прошито насквозь. Тоже может быть такая своеобразная протечка. Что по поводу ночных прокладок. Сейчас я одну тут закину. Вот такое огромное седло для велосипеда, по-другому не назвать. Конечно же, тут задняя часть очень большая, они длинные, они, в принципе, как и одноразовые прокладки, будут видны под облекающей тонкой одеждой. Ну, я вообще такую одежду стараюсь не носить, так же, как и белая, несмотря на то, что иногда там нужно, я стараюсь, знаете, как-то, если только очень-очень нужно какое-то мероприятие, я должна быть в определенной одежде. А так, ну, все равно, у меня даже брючный костюм есть, темный, есть светлый. Не обязательно летом мне находиться в белом брючном костюме на каком-то мероприятии. Я могу так же быть в темном платье и так далее. В общем-то, не вижу конкретно вот в этом проблема, лично я. Использую их, кстати, я также и днем, когда у меня очень сильно все болит, и я остаюсь дома, я решаю, что мне нужно полежать. Они очень для этого идеальны, можно крутиться, вертеться, куда хотите, и нигде, ни в какой спереди-сзади, скажем так, нигде протечки не случится. Но, опять же, если не сидеть у них очень долго. Хотя ночь она спокойно выдерживает. Уже у меня был тест-драйв с такой, примерно такой прокладкой. Но все зависит, опять же, от того, какой день, какая обильность. Сами понимаете, иногда бывает так, иногда не так. Не предугадать сильно. Так, что еще бы хотела сказать мне про прокладки. Для меня несомненным плюсом является то, что их можно менять очень и очень часто. Можно менять каждые хоть полчаса, хоть 15 минут. Честно вам сказать, когда она мне одноразовая прокладка, я все равно стараюсь 3-4 часа ее удерживать. Потому что, ну, я понимаю, что она вроде бы недорого стоит, но какая-то внутри жаба меня начинает поддушивать. Говорит мне, извини, ты купила тампон от Аби, и ты хочешь его спустя пару минут уже поменять. Ну, вот, типа, знаете, такого вот происходит в голове. И поэтому я это не делаю, в общем-то. И не знаю, я не могу себе переселить, я все равно как-то по времени подольше, скажем так, удерживаю. с этими прокладками опять же стирать не одно нужно, много, я по одной не стираю, я там замачиваю, у меня определенный, скажем так, ритуал есть. Да, тратится вода, тратится то, но все равно как-то я это ощущаю под руком. тем более руками я не стираю вообще ничего и, знаете, тут чуть-чуть только замачиваю и как-то ну, мне не втянусь, скажем так. Также, опять же, вы купили вот несколько штук, вы там потратили какую-то сумму определенную, но она у вас все равно окупится в принципе. Так что с экономической точки зрения конечно хорошо. По поводу Zero Waste, там Eco-Friendly. Я себя, конечно, причислить туда не могу. Это вообще, ну, с одной стороны, да, есть какой-то вклад, я может там за год меньше прокладок одноразовых выбрасываю и хоть там не стопроцентно, но хоть чуть-чуть поменьше может быть, да, есть какой-то вклад в защиту природы, можно саму себя по голове покладить, но если смотреть мои проекты, мои банки из-под духов, ну, я кучу всякой тары выбрасываю, тем более каждая помадка, она идет в коробке, в каких-то пленках, в каких-то пакетах, ну, с этой стороны я не могу себя назвать, назвать себя каким-то эко-человеком, но это тоже в принципе, да, хороший шаг, так что могу себя немножечко, конечно, этим подуспокоить. что мне еще нравится, то, что капля попадает на прокладку и она как бы впитывается и так как прокладка типа полотенца, то есть все равно она просыхает от тепла кожи, летом, так я вообще молчу, она очень быстро просыхает, на тебе же уже, да, кровь естественно застывает, ну, она становится просто сухой. Получается теоретически, как бы, если вот так вот она просыхает, то одной прокладкой можно целый день пользоваться, но так и делать нельзя, просто мне это больше нравится с одноразовыми прокладками, там попали в отделение и все, они вот как бы парниковым эффектом испаряются и ты вот это вот все, эту влагу чувствуешь, и носишь на себе как мокрую какую-то субстанцию. Сохнут они достаточно долго, летом они сохнут, конечно, быстро, если сушить их естественным путем, а на батарее их сушить не рекомендуется, зимой сложнее, но зимой я их стараюсь сушить, несмотря на то, что у меня очень большой все равно комплект, набор, у меня более 150 прокладок, в использовании которой, и сейчас, наверное, я вам показала штук 30, может, больше даже, может, 40. В общем-то, я зимой стараюсь их сушить в помещении, я не выношу их на улицу куда-то, в общем-то, стараюсь сушить их там. Я не использую прищепки, кстати, сушить их можно, скрепляя между собой вот на эти кнопочки и повесить, знаете, такую гирлянду. Ну, я их сушу на горизонтальной поверхности с дырками, пластиковая такая штука у меня есть, продувает со всех сторон, мне очень нравится, я никакими прищепками не создаю никаких заломов, в общем-то. Сушить я их стараюсь на солнце. Мне кажется, что, знаете, какое-то тоже такое воздействие солнечных лучей плодотворно влияет. Ну, это опять же уже мои всякие догадки. Как стираю чаще всего я их? Вот, я сняла прокладку. Либо тут два варианта. Либо я спешу, я сразу бросаю к другим прокладкам в таз с ледяной водой, ну, с холодной, да, в течение дня все равно она становится какой-то комнатной температурой. Бросаю ее туда и все, забываю. Либо второй вариант начала стирки, скажем так, это когда я включаю ледяную воду и прокладку держу под ледяной водой и большую часть выделений из нее вымываю таким образом. Потом бросаю в таз с водой и все. В таз с водой я часто бросаю какую-нибудь штучку. Это могут быть таблетки для посудомоечной машинки, которые не фейри, а вот просто такие квадратики. Я их делю на две части, на три, ну, смотря какая, и бросаю их туда, ну, как в качестве какого-то мыльного, какого-то мыльного средства. Либо я беру простое, обыкновенное жидкое мыло, добавляю пару капель в этот таз с водой, либо порошка, ложечку, ну, в общем, чего-то такого вот мыльного я бросаю. Эту воду после того, как вот там прокладки, я выливаю. Иногда, если я не могу в течение недели постирать прокладки, я эту воду стараюсь менять каждый вечер или утро, чтобы она, скажем так, не зацвела, или не знаю. Ну, в общем, прокладки у меня лежат всю неделю, если я не стираю в воде, а не в сухом состоянии. Кстати, если налить в маленькую тару, ну, скажем так, какую-то мисочку и туда погрузить прокладку, то может оказаться так, что воды и нет. Прокладка вся просто питает всю жидкость и вы чуть-чуть удивитесь, что у вас мало воды, поэтому я использую большой таз. После того, как вот такое у меня произошло все, я имею в виду, все они там лежат, отдают выделение, скажем так, я осматриваю каждую прокладку. Я их прополаскиваю в холодной воде, в чистой, уже в таз, уже практически с них ничего не выходит, редко-редко когда с какой-то выходит. Я их просматриваю каждую и оцениваю вообще масштаб. Чаще всего я даже не просматриваю, а просто наливаю новую воду, добавляю какой-то отбеливатель и оставляю на пару часов, ну, следую инструкции, в основном это какой-нибудь там, баниш, что-то такое. опять сливаю воду, достаю прокладки и уже тогда я все-таки более тщательно осматриваю каждую прокладку. Крайне редко, но бывает, например, две из двадцати, вот как-то так, такое соотношение, которые нуждаются в дополнительной очистке. Я беру хозяйственное мыло, либо у меня есть отбеливатель, как в стике, типа, вот чем-то таким начинаю выводить пятно. Вывожу я пятна со всех прокладок, я не оставляю никогда прокладку с пятном, мне лучше пусть повредится ткань, пусть лучше там облезут цветочки, но я все выведу. Поэтому хопковые впитывающие слои для меня это своеобразный минус, потому что ну, я не щежу их, скажем, красоту, я стараюсь за чистоту. Я вообще такого мнения придерживаюсь во всем, даже вот, например, футболку какую-то, испорчу каким-то вареньем, я лучше ее переведу в ряд домашних, выведу это пятно, сделаю огромное светлое пятно, но она будет чистая, чем грязная. Не знаю, такой вот у меня в голове бардак, скажем так. И после этого, вот я их все уже все очистила, я помещаю каждую прокладку в отдельный мешочек сеточку. Редко когда две прокладки в одну сеточку. И вот сколько у меня сеточек мешков, но я их вам не показываю, это у меня совершенно другие мешочки сеточки, я их достаю именно для прокладок, чаще всего и хватает. У меня их 30 штук вроде бы или 28. В общем-то редко-редко когда остается одна или две прокладки вне этих сеточек, я их тогда может раскидываю или просто оставляю опять же в воде до следующей стирки. Но кстати я так редко поступаю, потому что прокладки я стараюсь стирать отдельно, но в принципе занимают достаточно много места в машинке. К ним я добавляю также менструальные трусы, к ним я добавляю также трусы, которые замачивала, которые тоже что-то попало. Также если есть такое типа шорты домашние, ну крайне редко бывает какая-то протечка, но все что связано с этим также вот я все время собираю, я каждый раз использую новое полотенечко, ну не новое, а чистое, вот когда мне нужно провести водную очистку некоторых мест, я потом использую полотенце и вот эти полотенца кстати тоже стираю вместе с ними, у меня просто огромный барабан, поэтому я так знаете как-то немножечко выражаюсь, вы не понимаете о чем речь, а я так понимаю уже, что он там огромным, то есть я могу постирать в своей стиральной машинке два теплых одеяла, они лазят сразу одновременно, то есть загрузка там намного больше 10 килограмм, в общем-то вот это все я закидываю и стираю, и добавляю так же туда отбеливатель, часто добавляю какую-нибудь там соду, могу что-то какое-то антипятна, там, ну, в общем, чего-то такого могу насыпать, и кстати, очень часто я делаю так, если у меня отстиралось полностью пятно, но вот я не знаю, я как-то подозреваю, что вот что-то оно не отстиралось, например, вот, когда я руками манипуляции проводила, я беру эту прокладку, так как она у меня мокрая, и просто очень сильно ее намыливаю хозяйственным мылом, или антипятна какой-то мылом, в общем-то, чем-то прям конкретно намыливаю прям очень-очень-очень сильно натираю и бросаю прям вот с этим несмытым мыльным раствором в общем-то туда отжим я ставлю либо вообще без отжима, либо там у меня есть, по-моему, минимально 200 или 400, но это крайне-крайне редко, это прям когда, знаете, ну, не знаю, там хочется послезавтра Новый Год и хочется, чтобы, знаете, все было чисто и разложено по своим местам вот типа в такие случаи так обычно я ставлю со сливом воды я не люблю без слива стирать в общем со сливом воды без отжима полностью все вот такую выбираю программу и также стирку это, конечно же холодная температура 20-30 градусов ну, в основном 20 градусов стираю потому что, в принципе, у меня уже вся кровь там ушла я знаю, что можно на очень горячей температуре стирать но я так не делаю и, кстати, еще очень часто я делаю так у меня есть как бы несколько получается комплектов все равно я всей соткой я не могу воспользоваться за один цикл и я их как-то чуть-чуть чередую чтобы, знаете, одни прокладки полежали два месяца а теми я воспользуюсь а те потом два месяца полежат в общем такой кругловорот перед циклом у меня есть календари и так далее все я контролирую и веду перед циклом за дня 4 я простириваю прокладки снова они чистые то есть вот сейчас я получила купила прокладки что я делаю я их стираю просто в машинке сушу и вот я их вот так вот спокойно вам показываю как хочу их тут еложу скажем так почему потому что я знаю что перед циклом я простираю стираю я не все прокладки я уже примерно ну за столько-то лет конечно я уже примерно знаю сколько мне нужно сколько мне необходимо каких и стираю их сушу и уже к циклу у меня чистые прокладки лежат ну по поводу гигиены что там заводится или не заводится в трусах тоже может что-то завестись я не знаю по поводу этого мне самое главное что нет раздражения нет вот этого вот хотения что-то почухать я помню школьные годы ранние вот когда только все это пошло и знаете вот это надо было где-то там спрятаться что-то почесать кто-то смеется ты страдаешь ты вообще не понимаешь тебе вроде бы сказали сколько там уроков посидеть когда пойти поменять ты просто следуешь тупо по инструкции потому что ты не понимаешь своих ощущений тебе еще и плохо еще знаете отпроситься с физкультуры посидеть на лавочке ты должен пойти к врачу к медсестре снять трусы и показать что у тебя эти дни иначе тебя тебе не разрешат на лавочке сидеть еще помню у нас как бы мужчина вел и он вообще как бы знает типа у тебя уже они были да я помню что в эти годы там вообще он прыгал как хотел я пыталась вести дневник то есть мне помогала мама это все было не просто так это знаете у нас был отдельный красненький такой блокнотик мы там все расчерчивали она мне помогала она считала дни то есть это не так что она мне сказала так все вот у тебя пошли и твоя проблема то есть она как бы приметно там говорила она всегда мне покупала там какие-то красивые коробочки чтобы я хоть как-то это могла все носить у меня всегда было в моей сумке школьной были прокладки всегда 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 я помню первые тампоны которые я приобрела и мне было очень плохо я не поняла как им пользоваться они были очень такие короткие я так понимаю что они были как типа для тинейджеров или что-то такое они были вообще маленькие я таких потом и не встречала и на них были еще такие девчонки нарисованные цветочки пачка была очень маленькая ну не знаю где она их взяла ну скорее всего это было куплено где-то не так вот чтобы мы пошли и купили в магазине в общем девчонки и все равно это не помогало а потом вот помню когда знаете вот это прыгал период первые там прыжки то есть нет два месяца по-моему они пошли и там как-то вот эта вот нестабильность ты постоянно ходишь боишься что где-то что-то куда-то как-то даст о себе знать не знаю почему вот об этой теме очень сильно молчат и боятся как-то говорить вот опять же если бы тогда я вообще узнала что может не чесаться благодаря таким прокладкам тогда когда у меня только все начиналось я нигде их не видела чтобы купить как только я увидела я сразу купила но опять же там где я их купила там была все равно реклама мне очень нравится индийская социальная реклама может кто-то видел это короткий видеоролик он походу не просто социальный но еще прокладки рекламируются там отец с дочкой в большом супермаркете дочка с тележкой ей 13 лет она шарики показывает на которых 13 цифра и отец ей предлагает то куклу то какую-то там игрушку ну в общем что-то предлагает она намекает что ей 13 лет и он вот все равно продолжает ей показывать какие-то игрушки красивые она отказывается и вот он что-то выбирает поворачивается а возле тележки с продуктами нет дочки он немножечко как бы растерян начинает ее искать не кричит а просто ходит и ищет ее и вот он увидел ее она стоит и у нее в руках упаковка с женскими прокладками и вот знаете у него какое-то такое было одобрение на лице очень редко какой мужчина нормально так относится у меня ни одна знакомая ни одна подруга не может купить прокладки когда она находится со своим мужем или парнем это какой-то действительно кошмар то есть они едут черти куда скажем так на окраину города в супермаркет где эти средства гигиены дешевле чем в том же магните она не может их купить потому что она с ним он не будет носить тележку в которой в которой лежат такие штуки я даже боюсь представить что мне ответят эти мои знакомые когда я им скажу посмотрите что у меня есть многоразовые прокладки которые можно стирать я думаю что это для многих кстати и является таким стоп-словом что скажет парень что скажет отец что скажет муж увидят что у меня прокладки сохнут но если они так говорят я бы с такими минимумами лучше быть самой чем вот это это неправильно не знаю можно стесняться какого-то крема для геморроя потому что это не у всех но вот это это у всех вот если этого нет то это уже проблема так что девочки может быть кому-то было полезно кому-то может чуть-чуть я что-то открыла ну для меня это реальная находка это ну это девочки посмотрите вот даже вот такая вот она мягкая она да в ней летом жарко это да летом вообще просто не знаю в трусах обычных жарко иногда да то есть жара дает о себе знать и в этих конечно тоже жарко и кажется что там все выпекает скажем так но это хотя бы не чешется вот могу вам сказать я сейчас специально принесла прокладки одноразовые вот такие прокладки вот с таким слоем как бы мягеньким ну они мне нравятся у меня раньше были я когда бывало почаще в командировках я покупала сто процентов катоновые прокладки типа такого они очень мягенькие мне тоже не подходили вот прокладки сеткой это какой-то ужас так же натурелло находиться в натурелле в каком-то помещении это просто какие-то духи непонятные на которые все почему-то реагируют но я например сразу слышу девчонок в метро особенно которые с натурелло и скажем так если рядом я стою ну вот как-то у них такая отдушка которая кричит о том что вообще они сейчас с этими днями но все равно я их тоже люблю они мягенькие я их кстати часто использую когда мне нужно в поездку и где-то ходить они вроде бы тонкие все равно стараюсь такие в поездку брать как-то 50 на 50 что-то пытаюсь как-то куда-то придумать ну если бы у меня не было раздражения я бы честно вообще бы никогда бы не думала вот знаете как такой элементарный пример вы кушаете апельсины вам они нравятся вы можете пить апельсиновый сок у вас нет аллергии вы не пытаетесь найти апельсину какую-то замену а когда вы любите апельсина у вас аллергия вы начинаете пытаться заменить апельсины киви бананами и так далее ничего не получается вы все ищете ищете может мандарины может еще что-то и вот примерно так же меня с прокладками если бы меня все устраивало я бы никак по аптекам не лазила зачем мне заходить где-то за границей в аптеку чтобы посмотреть что там продается и так же по отделам отсекам где продаются средства женской еды зачем она мне надо вот опять же когда я не знала что есть натуральные прокладки одноразовые катоновые там прям такие знаете мягкие мягкие как будто трусики я вот не знала я раньше смотрела многоразовые а к этим даже не подходило потому что другая упаковка а суть в принципе будет та же но когда узнала стала тоже подходить вот к менструальным капам уже не подхожу и даже не смотрю да я купила себе вот эту вот как пошечку как мисочку которая такая более расплющенная думаю вот новая появилась надо попробовать все-таки но тоже нет в общем-то попробую кстати капы есть еще одноразовые если кто не знал но они как бы одноразовые биоразлагаемые они выглядят похожи на средства контрацепции вот они как-то вот из такого примерного материала тоже вот и видом похожи только в них кольцо ну вот эта вот резинка которая на контрацепции у них это кольцо и оно ну как силиконовое тоже вот гнется как в капе как в этой чаше их я кстати пробовала 10 штук в упаковке продавалась очень дешево стоит они полностью биоразлагаемые они получше конечно чем капа потому что у них вот эта сама чаша она как бы сделана ну не из латекса из чего-то она сделана в общем она более мягкая более легкая более незаметная скажем так неощутимая и она подвижная она как-то гнется в стороны то есть она как такой бесформенный мешок можно сказать в общем такие дела девочки я пробовала кстати еще травяные прокладки тампоны но это вообще не мое совсем не мое не хочу вот такой мой опыт с прокладками не знаю кому как бы будет полезен или не полезен тут я не знаю что вам даже сказать что посоветовать я думаю что если у вас проблема как у меня вот это жесткое натирание вы можете конечно попробовать я ни в коем случае вас не эгитирую это не рекламное видео естественно мне тут на рекламу прокладки к сожалению никто не присылает хотя вот я больше чем косметику хотела бы получить прокладки если честно на рекламу я вообще была по автору потому что это то действительно о чем я знаю если о косметике я могу что-то не знать об этом я знаю все реально это какое-то у меня такое знаете как фетиш своеобразный ищу везде смотрю везде везде я пытаюсь хочу все знать скажем так да конечно если бы сейчас среди нас не было частюлечек таких которые сознание теряют я бы вам показала еще коллекцию своих старых прокладок там из Малефисента есть и диснеевскими принцессками ну вот именно впитывающая часть конечно они там уже принцесски немножечко пострадали застирались скажем так такие красивые особенно прокладки которые не вот такой форме знаете там медведь есть какие-то тоже как кактусики но это американские прокладки они вот так вот частенько делают такие красотулечки конечно они вообще не особо то удобные но на последние дни знаете чуть-чуть себя порадовать даже опять же вот в таком возрасте порадовать да конечно в подростковом когда тебе 13 лет и тебе выдают белую прокладку кстати вот у меня есть знакомые которые намного там старше меня и они говорят что кроме ну мне тогда рассказывали говорили что как тебе повезло я как раз когда начиналось у меня это все у меня были Натали естественно но так же у меня были Олвейс Олвейс было разных упаковок много и в школу только Олвейс и с собой только Олвейс и вот те старшие мои подружки скажем так родственницы которые уже там тогда уже были на лет 20 меня старше или на 15 они говорили что кроме вот Натали у них ничего не было вот эту вот огромную Натали надо было носить с собой она никак не сгибалась а тебе типа ну как бы успокаивали меня что тебе повезло Олвейс все равно были в цветных таких обертках разноцветных то желтых то розовых то еще каких-то и все равно как-то более яркой красочной но сейчас тогда бы мне вот эти вот красотульки особенно вот это я не могу на нее спокойно смотреть эти вот эти лиси лесята такие прям ой какие же немилые девчонки просто так аж прям радуется сердечко так что девочки такие вот у меня дела еще немножечко вам рассказала о себе наверное сейчас кто-нибудь напишет что я совсем странная тут еще прокладки какие-то собираю как я и говорила у меня в каждой категории абсолютно в каждой кроме наверное вот этих дрелей шурупов потому что я это не понимаю не знаю и у меня этого наверное всего и нет ну что остается я там где-то собираю в пакет ну не раз не размножаю скажем так во всем остальном у меня тарела куча всего всего вот что что не спросить у меня всего будет куча какая-то непонятная то есть в принципе для одного цикла не нужно столько прокладок даже если менять каждые два часа все равно такого количества не нужно но мне все равно нужно больше особенно учитывая то что я не на постоянной основе весь цикл провожу с вот такими многоразовыми прикладками даже когда я например иду куда-то в кафе или еще куда-то знаете у меня там маленькая сумочка клатч какой-то и куда же я еще вот такие прокладки туда засуну там хорошо что тампон поместился поменяем и на этом все так что девочки может быть кому-то я сейчас помогла скажем так своим советом опять же у нас они все-таки не рекламируют это у нас вообще как бы эта менструация не сильно-то ну не сильно реально она говорит за себя я помню в школе да вот этот стыд позор когда ты не одна в кабинете тебе нужно спустить штаны чтобы показать прокладку именно на тебе не просто чтобы у тебя она есть я понимаю что там могут все соврать но извините тебя же не отпускают домой ты сидишь на той же лавочке ну не знаю как там нам когда-то сказали что во время этих дней женщина только сильнее давайте вы сейчас будете бегать и покажете лучший результат я иногда лежу так на кровать что во-первых я злая и готова просто кого-то укусить во-вторых у меня все болит так что мне нужно 70 подушек вокруг себя обложить и не знаю куда закинуть ногу если вдруг у меня где-то что-то зачесалось и я сдвинуть на миллиметр то пиши пропала я потом позу удобнее не найду в-третьих у меня вот это вот все там внутри непонятно что происходит особенно как вам сказать в первые вот эти вот дни там еще льет много нужно постоянно менять и ты вроде бы лежишь и тебе плохо и ты постоянно какие-то чаи пьешь и таблетку думаешь какую тебе лучше выпить а хорошо если ты выпил ножку она тебе помогла или что-то другое а когда ты выпьешь ножку она тебе не помогла и ты думаешь блин надо какую-то другую искать и начинаешь думать какую бы тебе выпить какая будет более мощнее а тебе тут говорят что ты в эти дни сильнее и можешь там не знаю до звезд допрыгнуть такая у тебя сила появляется я не спорю может у кого-то появляется у меня ничего не появляется у меня появляется только желание поспать на кого-то наорать и психануть из-за того что у меня project pen и я себя тут косметикой ограничиваю что я вообще делаю вот что-то такое вот у меня происходит знаете внутреннее какое-то нестабильное эмоциональное состояние в котором я готова все свои начинания просто выбросить на помойку у меня когда-то было целая стопка состоящая из 7 упаковок бумаги на которых были всякие различные задания это еще я была в университете на первых курсах всякие были различные задания которые не нужны были для не для работ но в общем для общего развития и на них были еще и ответы со второй стороны и я их с удовольствием решала выбрасывала то есть мне было интересно на досуге как кроссворды и вот в такой день я помню как я взяла и поделила это на несколько пакетов и таскала это все в мусорный банк который кстати не так уж и близко находится и я это все перетащила туда лишь потому что у меня эти дни и я подумала что я свою жизнь трачу на это лучше бы книгу почитала или что-то такое представляете что за бред то есть я себя контролировать в эти дни не всегда могу еще могу одежду какую-нибудь выбросить или еще что-то тут мне говорят что я тут я вообще так боялась что у меня на экзаменах вот это вот будет и я вообще все психаную и брошу и скажу не хочу что кстати вполне себе вероятно но как-то все время попадалось то на автоматы то знаете на какие-то такие полуавтоматы ну в общем все было как-то легко и плюс у меня прогулок не было и так вот знаете что там 500 тебе дополнительных вопросов и все еще ты и злая так что девочки вот так я пришла к многоразовым прокладкам очень рада уже много лет первые мои прикладки самые первые наверное в прошлом году я все-таки самые первые свои последние уже выбросила и у меня их уже ну да вот я сейчас смотрю просто они за кадром тут все лежат я как бы просто их знаете достала чтобы эти положить как-то разложить они у меня кстати хранятся в контейнерах прозрачных из фикс прайса у меня несколько контейнеров и я там их делю те вправо те улево ну в общем занимаюсь тут тоже сортировкой всяких еще прокладок в общем-то девочки я считаю что за почти там двенадцать или сколько лет ну в общем больше десяти лет это нормальный результат что только сейчас я их считайте вот выбросила при том что первые мои прокладки их не было сразу там сколько-то штуках по-моему было ну так уже вот когда состоялся мой набор их было в районе двадцати может девятнадцать ну и потом я там покупала по одной по две потому что я искала для себя какие-то любимые вариации какие-то любимые штучки у меня у меня также очень много я вам их не покажу извините лебиалпадс это прокладки лепестки тогда они стоили это я их покупала в году четырнадцатом или пятнадцатом на наши деньги они стоили в районе пяти рублей или шести ну в общем не недорого скажем так тем более учитывая что они многоразовые они используются вместе с обычной прокладкой губами зажимаются такой лепесток и прекрасно справляются с тем что поглощают себя какую-то каплю большую скажем так не будет эффекта плюх и какого-то куска скажем так очень не помогают кстати сейчас секунду я вам сказала что не буду их показывать но это у меня новые ватные многоразовые диски из фикс прайса вот примерно они так же и выглядят только они как лепестки формы и они как бы чуть-чуть пополам сгибаются и вот туда как бы можно чуть-чуть их засунуть не вовнутрь а снаружи в общем-то кстати вот тоже многоразовые ватные диски я их не всегда использую но использовать стараюсь я их использую с простым мылом а не с средством для снятия макияжа в основном я снимаю макияж не с глаз а с щек с шеей с декольте конечно они теряют свой внешний вид очень сильно у меня этих наборов 6 штук вот только два у меня новеньких ну совсем новеньких не тронутых все остальные они у меня просто раскидывались так что девочки вот такая вот у меня история не знаю может кому-то правда было интересно но мне очень интересно до сих пор несмотря на то что я уже скажем так профи в этом деле я уже знаю что куда откуда как сколько часов сколько часов нужно уже знаю как выбирать материал какой протечет какой не протечет где протечет и так далее в общем-то уже я знаете по подкладке могу все сказать и так далее те какой флис какая будет прокладка скользить какая не будет скользить уже как бы серьезный такой профессионал назовем меня так в этом деле уже я не первый год далеко так что опять же за один цикл с конкретного мнения сложить не удастся а за 2-3 цикла я уже могу однозначно сказать какая хорошая какая плохая какую нужно брать какую лучше не брать какая просто идеальнейшая так что девочки вот такие вот у меня есть еще проблемки я вам решила новинки показать почему бы и нет сейчас пройдет цикл использую несколько и уже будет намного меньше я же вам тут не покажу что у меня их сколько всего а то я уже представляю как некоторые светятся и будут ну они сейчас в принципе уже светятся и начнут писать фу стирать сушить с удовольствием бы отказалась от этой процедуры сама не в восторге от того что мне их нужно стирать и сушить но если бы ничего не натирала я бы вообще об этом не задумывалась и сейчас если кто-то напишет что я тут защитник природы поглядите мои другие ролики как я вам уже и сказала далеко я не защитник сколько у меня всякого барахла далеко я тут не за разумное потребление а вообще по-моему у меня безразумное какое-то оно просто скупка всего чего надо и чего не надо и больших количествах даже вот эти вот прокладки их же сколько нужно ну не в таких же количествах это же тоже вот неразумное уже потребление и ни о каком эко не знаю там движении не может быть и речь просто у меня проблема просто я все люблю скупать поэтому у меня что одноразовых прокладок целый коробок всегда начатых что у меня одноразовых ежедневок и всяких прокладок куча лежит в запасах сейчас кстати вот не покупаю запасы потому что ну как-то дороговато а так постоянно покупала всякие запасы что вот этих вот одноразовых прокладок запасы что даже тех же менструальных трусов тех же кап всего-всего и как можно больше потому что вот так кстати у меня были еще многоразовые тампоны я хотела бы попробовать что-то нашего производства потому что тем ну как вам сказать я не знаю что-то вот у них было может какая-то ткань ну как-то вот мне было знаете хотелось это вынуть вот что-то типа такого форма еще такая была какая-то полуокруглая ну не знаю не знаю конечно но не пошло опять же из-за чего еще альтернативу из-за того что не устраивает меня то что есть еще кстати девочки не знаю никогда вам не рассказывала но у меня мои первые командировки одни из первых они были я кстати не стюардесса не летчик мы не в этой сфере работаем это вообще не мое ни бортпроводник никакой там на железной дороге ни на автобусе в общем не с этим связано потому что подумайте что если так вот у меня все на командировках значит я может быть летаю или что-то нет и как бы одни из первых моих командировок ну это даже знаете такие как студенческие были ну они были куда только не были но также я была несколько раз в Норильске конечно я помню себя летом там ну во-первых меня конкретно предупредили что там очень холодно без шуток что там нет зелени мая я конечно знаете вначале ха-ха-ха-ха что вы меня дурите но первый раз я туда попала зимой я вообще обалдела и я помню у меня с тобой были тогда что у меня было вот какая-то одна из первых что ли каких-то непонятных прокладок какой-то вот знаете трусы какие-то большие в общем типа я даже не могу объяснить что ну в общем я еще помню что мне было холодно я их двое нацепила под штаник и колготки ну может конечно местные нормально к этой зиме относились темнота и я пошла у них какой-то рынок тогда был и я пошла и купила там из какой-то шерсти из собачьей или из овечей трусы шерстяные в общем-то я вообще очень сильно замерзла и летом я помню ходила там все уже знаете в таких каких-то куртках а я чуть ли не в пуховике я вообще в шоке у нас зимой такая погода типа ну как-то не знаю я очень там выделялась я думаю сразу было видно что я приезжая потому что 10 шарфов и чуть ли не в перчатках и мне вообще холодно и вот когда я третий раз была у меня уже были такие прокладки ну вообще они были и я подумала что возьму-ка я их и буду использовать как типа грелочку для одного места ну в общем просто их носила меняла конечно ну носила как подогревательный элемент как бы это глупо не звучало в общем да девочки такие у меня дела вот так вот я покаталась кстати в этом году тоже должна была в Норильск на 3 дня попасть но что-то у нас совсем там планы поменялись в начале года я должна была на долгое время уехать вообще ну как-то сейчас все по-другому так что не знаю что вот такие вот у меня прокладки если будет кому-то интересно я конечно сниму видео дальше что-то покажу расскажу но опять же только наверное по запросу и с вступительным словом чтобы выключили видео те кто чистюли и не знаю там какие-то очень чувствительные люди хотя вот если честно когда я включаю какой-то ужастик я люблю ужастики так знаете иногда посмотреть но бывает я включаю какой-нибудь ужастик и мне становится реально страшно например ну как-то неприятно я его выключаю и все а это представляете человек зашел увидел что тут показывают прокладки ему эта тема неприятна он чистоплотный и прокладки он вообще никогда в жизни не увидел он зачем-то смотрит все видео от начала до конца про прокладки потом пишет еще комментарий как его это видео задело потому что он видите ли увидел прокладки а он не должен был их видеть то есть высшая степень какого-то издевательства над собой удивительные люди всегда поражаюсь таким людям но они конечно есть на каждом канале сейчас на мой еще побольше налетят такие люди хотя я напишу что это не для слабонервных конечно же но мало ли сразу будет плохо хотя посмотрю вот как бы вокруг девочки ну я думаю у каждого есть в городе такой райончик или такое местечко где идешь и просто мусор разбросан там уже и прокладки лежат и памперсы и какие-то объедки огрызки собака какая-то бегает все вокруг ходят и я вот сколько раз хожу мимо такого островка красоты и ни разу я не видела чтобы какая-то девушка или женщина сидела или лежала или кричала как ей плохо ведь она узрила вот эту вот вот этот ужас вот этот мусор вот этот использованный мусор весной когда тает снег и появляются такие знаете коричневые колбаски по городу вот сколько раз хожу если вижу человека который упал то скорее всего он подскользнулся но чтобы были может они конечно не ходят в эти дни и по этим районам и вообще они сидят только дома им все приносят возможно это такие люди а так вот на эти коричневые колбаски тоже вот они пахнут и там везде лежат их нужно перепрыгивать и не вижу я ни одного человека ни одной женщины которая кричала мамочки я увидела это фу-фу-фу ну как это обычно бывает когда какое-то видео выходит и его начинают все обсуждать как посмело показать такое ты что это нельзя показывать ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй да девчонки это немножечко наверное как знаете накипело поэтому у нас про некоторые темы лучше молчать лучше не знать лучше чесаться страдать лучше не знать что есть какая-то альтернатива не понимать хотя в Индии это так распространено что просто в любой индийский магазин можно прийти и поговорить там с продавцом они скажут какая будет цена что они привезут это очень дешево это копейки стоит в принципе обговорить да ставить данные может быть даже ну с меня уже несколько лет задаток в моем магазинчике в котором я заказываю не беру потому что они знают точно что я во-первых туда и так хожу частенько что-то купить во-вторых ну как уже знают что я точно заберла а так первые разы брали мне предоплату то ли 30 процентов то ли 40 ну в общем-то ни за какую доставку не брали потому что и так они заказывают на все магазины в общем-то какой-то товар ни за что не брали просто единственное сроки не всегда бывают такие что через неделю привезут там были сроки полтора месяца и все и еще было такое что например какая-то замена или что-то и мне на ватсап или на вайбер или вконтакте первые разы вообще в одноклассниках по-моему там что-то либо фото мне присылали либо ссылки на фото ну как-то вот знаете было у нас общение где ну я подтверждала или что-то это там доплачивала либо мне меньше приходилось платить но опять же об этом нигде не говорится и в тех же наших индийских магазинах но я не видела если честно чтобы продавались прокладки японские вот прокладки которые в маленьких пачечках такие с прозрачным окошком висят на простой палке как у нас карандаши в Ашане в том же или ручке в общем-то я не видела чтобы они тоже какие-то где-то продавались хотя что-то такого я бы с удовольствием покупала и кайфовала бы от тех же ежедневок я очень сильно кайфую потому что они во-первых не скатываются в какую-то такую тонкую трубочку скажем так они все равно держат свою форму потому что крылышки закрепляются и крылышки не из липкой ткани они все-таки на кнопке это надежно кнопка застегивается и все на этом кнопки у меня ломались один или два раза я вот честно не могу сказать но я ходила в магазин упадели и покупала какие-то альтернативные продукты кстати еще хотелось бы сказать что в некоторых прокладках которые из других стран я такие честно сказать не покупала никогда но идея мне не то что понравилось но наверное прикольная в общем-то сейчас вам покажу на какой-нибудь прокладке вот например на вот этой в общем смотрите девчонки вот в этой в этом месте и в этом месте то есть тут она закрепляется на трусике а в этих местах либо маленькие вот такие кнопки только совсем маленькие либо какие-то как крючочки типа на бюстгалтере ну и в общем разные видела вариации и к таким прокладкам продаются трусы тоже с такими какими-то кнопочками ну это наверное для тех у кого прокладка иозит или которые хотят уверенности я если честно много раз на них смотрела но у меня проблемы например с тем что прокладка у меня уехала вперед или назад у меня ни разу не возникало ну лично у меня не возникает поэтому я и думаю что покупать такую конструкцию в виде такой прокладки в виде таких трусов ну для меня лично было бы неразумно вот если как трусы для менструации для меня это актуально то вот это я считаю что лишнее но мне кажется на любой прокладке можно вот такие штучки пришить если нужно и так же на трусики можно пришить такие кнопочки и спокойно скажем так пользоваться таким усовершенствованным видом ну может кому-то это тоже пригодится решила рассказать потому что это видео и еще кстати видела вот такой вот момент это я видела один раз тоже расскажу вот тут вот была кнопочка и на столице прям тоже была маленькая кнопочка но они прям совсем маленькие мосепусенькие ну тоже наверное как-то фиксировать помогает трусы при этом можно выбирать там подбирать знаете вот какой-то такой висит образцовый вариант расцветки потом разные выбираешь а вот это примеряешь ну сам руками там смотришь какой тебе больше подходит оригинально необычно в принципе люди стараются как-то приспосабливаться и делать свою жизнь лучше но когда негатив льется конечно да кто-то пытается навязать кому-то мнение это одно а когда просто рассказывают и показывают что есть альтернатива какая-то чему-то почему бы не послушать хотя бы и не узнать и просто вот как про вот эти кнопки они мне не нужны у меня ничего не скатывается ну почему бы не узнать что такое есть я же думаю что если они продаются значит они кому-то нужны значит их кто-то точно доберет пусть не так активно как простые но все-таки берут так мне очень кстати нравится я до сих пор продолжаю смотреть как на иностранных каналах ресурсах давние прокладки стирают как за ними ухаживают потому что нет предела совершенства вдруг что-то новое появится вдруг какой-то я увижу лайфхак вдруг какую-то вот в раковинах некоторые замачивают но это для меня не подходит ну в общем я все время смотрю все время как-то наблюдаю потому что действительно никогда не знаешь где подчеркнешь какую-то мудрость скажем так может быть именно в каком-то моменте я увижу что-то интересное для себя и буду рада и буду применять и буду кайфовать на данный момент я использую так обычные прокладки как обычные тампоны так и многоразовые прокладки в обычные стабильные вот дни когда я дома ну когда я нигде не бываю в общем я стараюсь соответственно разбивать 80 на 20 где 20 процентов одноразовые продукты гигиены 80 вот такие многоразовые вот так как-то у меня все происходит когда я куда-то еду все это корректируется уже у меня отработана схема сколько чего мне нужно взять что я хочу что я не хочу на какую поездку какое количество чего и так далее то есть тут у меня все уже как-то выработано кстати был у меня такой момент в году шестнадцатом или семнадцатом когда я бросала таз замачиваться прокладку у меня было то ли плохое настроение то ли знаете куча всяких дел я их только меняла каждый вечер по-моему в то время вечером я старалась менять воду в общем каждый вечер меняла воду в этом тазу и продолжала у меня это все в течение недели состоять класситься скажем так и вот потом я ничегошеньки не просматривала вообще я просто взяла за день до стирки насыпала на ночь какого-то пятновыводителя по-моему ваниши легла спать утром встала все это без всяких одноразовых вот этих мешочков для стирки запихнула в барабан закинула туда вот эти полотенечки ну что там у меня еще в корзине так лежало из такого же и включила стирку вы знаете ни одну не пришлось перестирывать хотя это тоже отбеливателя шуганула в общем-то не перестирывала ни одну так что и в принципе можно запросто стирать машинки и не вот это не вымудрять я даже смотрела видео одной девушки которая показывала что за две стирки она отстирывает сухие прокладки первую стирку она ставит на короткий цикл стирает в холодной воде первый раз с отбеливателем все как нужно сухие абсолютно то есть красные сухие все как нужно никаких там замачиваний до этого не было произведено все вот просто в пакете лежало сухое после чего она ставит уже на полтора часа стирку и опять же добавляется к отбеливателям и так же все отстирывается в ноль просто чистота красота и все отлично по поводу кстати аромата ароматы естественно они не источают и у них естественно никакого аромата нет если вы не добавите каких-нибудь ну там кондиционеров или чего-то аромата естественно не будет что я делаю чтобы был ну не то чтобы аромата вообще что-то вот когда я замачиваю прежде чем стирать именно я добавляю несколько капель эфирного масла крайне редко но бывает добавляют после стирки масла этого уже естественно нет но знаете такое как-то ну вот когда бывает пошевелишь белье оно начинает пахнуть вот лежит стабильно оно не пахнет чуть пошевелило оно запахло вот примерно такой эффект получается чуть пошевелило оно там мандаринками запахло или чайным деревом чайным деревом чаще чаще пользуюсь потому что оно по-моему там микробы убивает еще какой-то у меня стоит тоже типа для микробов не знаю помогает или нет но на всякий случай иногда бросает так что девочки вот такой рассказ затянулось видео но я думаю что может быть кто-то и досмотрел хотя это такое специфическое видео я надеюсь что может быть кому-то я помогла потому что когда у меня была эта проблема я не знала как ее решить вообще не знала я есть а кстати да не то чтобы не знала я помню что у меня был второй или третий цикл и вот это все чесалось ну как раздражение как-то я не знаю сейчас уже ты когда постарше ты можешь там какое-то чувство подавить а тогда было еще дико еще плюс это бесит еще если знаете у подружки ничего нет а у тебя уже есть или еще что-то ну ладно в общем-то я решила намотать какую-то там типа марлю знаете как одноразовую такую штуку марля она жесткая еще хуже было я помню побежала в ближайший магазин купить то ли хлеб то ли что-то и вернулась оттуда с пачкой одноразовых прокладок не одноразовых это более больших ой какой ужас был и после этого я ну вообще на такие продукты не обращала внимания на самом-то деле вот они достаточно мягкие достаточно красивые да что там достаточно прекрасные некоторые вот кстати я думала что может еще раздражение у меня из-за того что прокладки выбеливают флором или чем-то там и их же потом никто не моет как-то просто что-то с ними сделают делают мы уже не стираю ну тут я тут я как-то более уверена даже вот в этом потому что я их как-то стираю а те прокладки они не стерильные они просто завернуты я не знаю кто их там какими руками трогал как-то немножечко тоже не по себе где они там валялись и эти как-то постирала и уже как трусы типа чистые все готово к использованию в общем такие дела скоро у меня через несколько недель через время по-моему примерно цикл так что через недельку наверное я постираю новую часть прокладок ну несколько возьму тут же глаз положила в общем сейчас я их пока положу у меня как бы три контейнера в котором хранятся и есть четвертый небольшой ну он чуть-чуть поменьше и туда я потом уже типа стерильные ну в общем постиранные перед использованием складываю прокладки в общем сейчас я просто их рассортирую по размерам по цвету впитывающей ткани схопковыми вот этими рисунками они у меня отдельно лежат красавицы мои а эти отдельно ну сейчас буду заниматься за кадром сортировка потому что тут если честно уже пыталась как бы перед видео тут немножечко попереложить потом конечно естественно стеснялась все показать потом думала может знаете так просто чуть-чуть издалека кадр сделает не буду все равно будет и так негатива много еще все это показать вообще у некоторых будет головокружение у некоторых головокружение от того что я пустые тенюшки храню типа какой мусор тут от этого вообще с ума подходит так что начну сейчас я убираться прибираться все перебирать надеюсь кому-то было интересно всех целую и всем пока